здравствуйте господа начинаем сегодняшний вебинар по и рта и это сегодня у нас заключительное заседание которое посвящено нашему институту развития творческой единицы и я рад вас всех сегодня при здесь видеть хочу вас поздравить с прошедшим праздником рождества с наступающим праздником нового года который мы по привычке постоянно празднуем каждый год сегодня не хотел ничего такого делать сегодня у нас как раз время когда я закрывать начинаю старые программы это как раз время 27 28 29 30 декабря это время когда я закрываю старые программы разрушаю битые программы продлеваю программы которые связаны или которые тянутся нитями из прошлых моих вебинаров и так далее целая папка такая целая тетрадка я постараюсь это все сделать и конечно это занимает какое-то время все в порядке также хочу сказать что хорошо было бы если бы вы обновили свою подписку на следующий год уже и арта и в случае если вы собираетесь или будете участвовать но в случае если не собираетесь и не будете то тоже ничего в этом страшного нет ну такое дело это сдайте объединение добровольная никто никого не загоняет и там каждому как захочется ирина баранова очень жду рт добрый вечер всем мира и добра всех обнимаю ой как мы хотим руслан голд очень добрый вечер очень добрый вечер же мандре 7 доброе времени суток на мерченко татьяна доброго вечера андрей андреич месяц назад заявилась божане ходу ваты черных ворон чем может собутая кость повязана с майбут ним 2024 годом программу ваня давилась вороны и черные собаки является некой некими глазами которые называются глазами под монетры под монетра это проявление смотрите есть проявление матери земли светлое а есть проявление матери земли темная об этом говорил шрио робинда он говорил о том что весь мир это проявление материнской любви земли и люди живущие на материнском проявленном элементе земли они должны радоваться этому и есть в тибетской системе наверное философских из мышлений и эзотерики такой тибетской которые я в свое время обучался там было сказано что существует две версии земли эта версия земли которая называется светлая мать земля которая кормит и темная мать земля под монетра которая разрушает и убивает так вот черными глазами под монетра является как раз черные собаки черные вороны птицы черного цвета за что отвечает вот смотрите две версии звучат так случае если человек там счастлива того что ему земля дает и может быть даже благодарен то земля дает случае если он ненавидит ему надоело работу он как-то облучает там все что делает то земля ему может вредить поэтому когда человек обращается к версии под монетры то есть он дает собакам нищим черным животным особенно воронам и собакам почему-то то такая система она помогает человеку избавиться от каких-либо состояний особенно в случае если это связано с тяжелыми заболеваниями психики и с тяжелыми невезениями и с какими-то тяжелыми общими состояниями и случае если у человека есть записанная программа из прошлых жизней где он уже выполнял такую эзотерическую практику то она может открываться и появляться сама по себе то есть очень часто люди на улице просто так вот хотят помогать кошкам что такое или что будет если помогать кошкам считается что кошка является элементом проявленной любви бога ганеши поэтому тот кто кормит кошек будет больше зарабатывать но опять такие случаи если кошки обижаются на вас то может произойти задом на на и наоборот также кошки они могут относиться некоторых цветов такие как рыжие коты на не могут относиться к элементам крышные особенно если они рыжие и сделают человека красивее ну может ли это быть связано с вашим будущем смотрите у каждого человека есть определенная четкая последовательность никто ничего просто так не делает даже если нам кажется что мы просто так делаем что-то то это что-то не просто мир же он так устроен что все уже предначертано или большинство каких-либо элементов предначертано и вот эти предначертанные элементы они могут быть вами просто не опознанные вы не знаете их назначение даже первопричин но они происходят именно поэтому у вас любое желание просто так покормить животное или покормить ворону скорее всего не просто так и скорее всего однозначно связано с будущим как связано но если покормили значит избавились от чего-то не очень хорошего для вас обезопасили себя лора кравчук добрый вечер так ради и наши зусты чей я ваще так уж не ях елен здравствуйте здравствуйте народ инды здравствуйте добрый вечер всем участникам перри рое рое и снова ожидании чуда андрей андреевич наступающим новым годом у вас будет новый год да я хочу новый год я люблю вот эти праздники люблю близких и так далее что такое вообще жизнь человека и как она проявляется вот если взять допустим если вы смотрите на черное небо то иногда вы видите падающую комету так вот для бога жизнь человека это лучик который проявился что такое лучик вот когда человек когда человек видит когда вот есть храмы такие в тибете заходишь в гору и гора такая полностью все закрыто там темно и в этой горе сверху как колоннада такая и там одна дырочка и вот солнце идет вдоль этой горы и это дырочка через нее падает лучик и там сидят восемь монахов и каждый монах он читает в тот момент когда на него падает лучик свою определенную мантру или мантру которую посвящает какому-либо человеку там такая книжка и там эти мантры и он на их читает и когда этот лучик проходит он исчезает на секунду и второй лучик включается на 2 монаха тот начинает и таким образом это все действует наша жизнь это вот такие лучики есть даже такая эзотерическая практика если человек хочет продлить свою жизнь или продлить жизнь близкого человека он должен представить этого человека в темноте даже не человека а самого человека преобразить в темную пещеру и в этой темной пещере представить абсолютно яркий мега красивый сияющий ярко лучик этот яркий лучик идет самого верха он до средины и до земли абсолютно четкие ровные прямой белый красивый лучик если каждый день представлять себя или близкого человека в виде такого белого красивого лучика то жить человек будет долго есть даже такая притча в этой притче говорится что есть человек для бога бог для человека есть все что человек видит а что есть человек для бога бог для человека есть лучик который он видит в виде вот такого луча эмоций который создает человек так увидев свой лучик или сделав лучик свой ярким мы можем изменить судьбу также можно настроить свечение лучика случае если настроить свечение лучика как улучшить характер ваш на сегодня вот смотрите у вас плохой характер я вас обведу сейчас посмотрю как будто вы находитесь в виде одного лучика и посмотрю какого он цвета этот лучик он красный это и понятно болезни также лучик прерывающийся некоторые лучики до конца не доходят они в пучке вот где-то застряли это говорит о том что жизнь плавно вас покидает очень много красного это говорит о переживаниях она и понятно хотя не нужно уже все плохое скоро завершится я об этом говорил на программирование уже в марте-апреле месяце будут облегчения существенные для многих людей ну ладно не об этом сейчас и когда такой лучик появился я сделаю так чтобы этот лучик пошел ярко и сделаю так раз два три подмету сверху запущу лучик зайду и посмотрю ой толстые красивые сияющий прямой яркий лучик да будет так пусть лучик будет сейчас и настроение улучшится и завтра настроение улучшится и до конца года будет хорошим пусть так и будет пусть лучик будет теперь вы точно не умрете будете молодыми все вот такая эзотерическая программа поставлена и конечно же это одна из схем вот работа с человеком через призму таких ментальных знаний древних технологий техники ментальных орудий элементальных инструментов галина и свитерии здрасте здрасте всем добрый всем добрый вечер заседание идет засчитание идет здрасте андрей андреевич почему же так плохо на душе человеку плохо на душе становится когда он забывает основную концепцию нашей жизни она состоит из нескольких частей первая часть она звучит так как бы не было плохо вам вашей жизни вы должны сказать себе мне нравится или я получаю удовольствие от того-то и того-то как бы вы хотели или не хотели делайте это второе что забирает у вас энергию одна одна из систем которые на сегодняшний день чрезвычайно сильно забирает у человека энергию это техногенка что это такое это ваше внимание которое вы направляете в телевизор я говорю это серьезно вы направлять а что же делать а вот попробуйте без этого попробуйте на протяжении дня самого утра не начинать с телефона берите телефон только после при пробуждении человек должен сделать три элемента он должен искупаться или умыться почистить зубы сделай так чтобы его тело и его одежда не источало запахи неприятно этому миру второе он должен начать радоваться это самонастрой такой он начинает рада ахахаха третья если он ученик школы он начинает думать что весь мир это большое солнце которое чрезвычайно хочет его обнять 4 он ощущает что она хочет его обнять и радуется этому 5 он настраивает себя на то что мир хочет он ему нравится мир и он живет ему все нравится то есть он говорит мне нравится это мне нравится это мне нравится это мне нравится это отчего на душе плохо от того что в телевизоре плохое вам говорят а вы как пылесборники вновь и вновь это все собери собирает очень часто та информация которая создается эта информация которая создается для того чтобы у вас такое состояние появилось и И люди, которые умеют такие состояния создавать, и поверьте мне, это несложно их программировать, несложно их создавать, и это все называется социальное программирование. И то, что происходит сейчас у вас, в вашей душе, это социально программированные, запрограммированные системы влияния с целью создать общего количества людей одну и ту же эмоцию, одну и ту же задачу, одну и ту же качество. Я сегодня это видел, я был в торговом центре, покупал украшения для нового года, детям там платья, и я не видел людей счастливых. Как справиться? Первое, запомните навсегда то, что я вам скажу, расширяйте глаза, как будто вы восхищаетесь. Это очень важно, очень важно, это одна из практик, вновь переапгрейдиться. Утром просыпаетесь, сделайте так, ой, да что ж такое, ой, да что ж такое, да что ж такое. Второе, удивляйтесь, вот это да. Третье, отвлекитесь от информации, которой вы себя грузите. Нет информации, которая правдивая. Вспомните ту информацию, которую вы получали на протяжении года, она подтвердилась, ответ нет. Нет, и зачем вы тогда в себя ее пихали, чтобы сейчас чувствовать себя плохо, да. Что мешает жить человеку? Человеку мешает незнание будущего. И да, многие люди не знают будущего. Тогда что же делать? Если ты не знаешь будущее, то это тупик. Если ты не знаешь будущее, то для обычного человека это тупик. А если у тебя есть бог за спиной, то тогда это наоборот, шанс. Это шанс. Мы как эзотерики, мы как люди, которые занимаются РТЕ, мы должны понимать, наше будущее это шанс получить что? Радость от жизни. Это наш шанс. Наш шанс высветить этот мир, создать новый мир, создать радость, создать свет. Использовать пунью, засвечивать других людей, делать лучи, которые могут помочь людям быть более счастливыми. Мир борется. И сейчас мы как раз находимся до апреля месяца, во времени, когда будет борьба эта идти. И уже завершаться, все в порядке, этот период скоро закончится, не все так плохо. Я понимаю, что денег нет, я понимаю, что детей там ваших забирают, но это все не так. Найдите возможность и откройте в себе веру, которая заключается в том, что как бы вы не хотели, если вы будете чувствовать, что яркая, солнечная энергия вас обожает, если вы будете ощущать такое солнце, если вы будете чувствовать эти лучи, если вы будете радоваться тому, что с вами происходит, то мир будет ни на какие законы, ни на что, другим для вас. У никого нет денег, у вас будут. У всех плохо, вам хорошо. Все в жопе, вы нет. У всех там, а что же делать, вам все равно. Почему? Мы эзотерики, а эзотерики другие. Где бы вы ни находились, обращайте внимание на учителя. Я везде всегда не теряю никогда надежды. И это неумение терять надежду заставляет меня жить ярко. Заставляет жить ярко, заставляет быть ярким, заставляет все равно шевелиться, заставляет работать, заставляет переориентироваться, переобучаться, что-то делать, крутиться. Я все время говорю, а что можно сделать? Сейчас есть интернеты всевозможные, можно что-то продавать, можно что-то создавать, можно кому-то что-то, какие-то услуги и так далее. Сейчас мир прекрасен. Мир уже, не нужно все время на заводах быть, не нужно все время там корячиться где-то. Мир стал другой. Но, первое, всегда помните, с вами происходит то, что дает вам Бог. С вами происходит то, как вы относитесь к Богу. С вами происходит то, как вы относитесь к Богу, который проявляет то, в чем вы живете. Проявляйте себя агрессивно, нервно и так далее, такая же судьба будет. Проявляйте недоверие, будет ничего не контролироваться. Проявляйте злость, будет появляться неприятности. Наоборот, станьте ребенком в первый момент, удивляйтесь. Говорите так, ой, как приятно, ой, как хорошо, ой, какой прекрасный день. А человек там, ой, мне плохо, мне хорошо. Погладили его, сделали свою миссию. Вы-то при чем? А вы продолжайте быть собой. Человек говорит, а мне плохо. Мне плохо, здесь главное, чтобы было хорошо. Вот здесь главное. Наша одна из главных таких центральных задач эзотериков заключается в том, чтобы у нас здесь, несмотря ни на что, что происходит в этом мире, здесь должно быть хорошо. Здесь хорошо, везде будет хорошо. Здесь находится душа, она ближе всего к Богу. Если ей приятно, если, да, есть эмоции, можно раскачать себя и так далее, но душа должна быть в счастье. Душа должна быть в счастье. Ниян Елена. Кстати, был случай, ко мне пришла кошечка уличная цветная и через время привела рыжего кота, и у меня нашлась хорошо оплачиваемая работа. Это было 20 лет назад, вот значит, в чем дело. Возможно, да. Рада всех приветствовать. Здрасте, добрый вечер. Здрасте, Вера. У меня уже 8 лет нет телевизора. Новости только по радио, 5-10 минут в день, и мне хватает информации. Сто процентов. Добрый вечер, с наступающим Новым годом. Спасибо за вебинар программирования Нового года. Я сегодня волосы перекрасила в рыжий цвет, ногти в цвет черного антарита. И такая слегка, какая вы, молодец! Вы правильно вошли в этот Новый год, и нужно было сделать это еще в мае месяц. На какую сторону света спать головой? Зачем? Какая разница? Зачем? Какая разница, в какую сторону головой спать? Какая разница? Люди, в какую бы сторону они не спали, они ни лучше, ни хуже не станут. Не выздоровеют, ничего в жизни не произойдет. Хотите информацию получать, то спите. Вообще, человек должен спать, в случае, если он собирается получать информацию, он должен спать лицом на север. В случае, если он должен отдать что-либо лицом на юг. В случае, если он должен простить кого-либо лицом на запад. В случае, если он ждет прощения от кого-то, лицом на восток. Но там же есть еще градусы, знаете. Это, наверное, вопросы все-таки не ко мне. Нужно ли спать лицом на север, головой на север? Не заморачивайтесь вообще. Головой на север, ногами на север. Это все полная-полная ерунда. Одна из самых главных наших пословиц, которые так и не внедрились в мою школу, очень зря, но очень внедрились в мою жизнь, она звучит так. Мне все равно. Мне все равно. Я живу так, что мне все равно. И человек говорит там, а я сплю, мне неудобно, а я там вот так не могу спать, и я так не могу спать. Я говорю, а мне все равно, я буду спать. Для меня сон важнее, чем как. Знаете, как много людей не спит, потому что им важно там подушка не такая или еще что-то. А мне важно спать, и мне все равно как. Так, я буду спать. Очень в жизни помогло это. Мне в моей жизни очень помогло. Я не заморачиваюсь. На чем, как, правда, заморачиваюсь с кем, потому что я люблю свою жену, и не могу спать без нее. Почему? Привязанности, знаете, надо обязательно, чтобы кто-то рядом находился. Как эзотерически убрать охлаждение мое к мужу? Ненависть два года из-за войны. Смог приехать сейчас к нам после контракта, как моряк, и мне очень тяжеловато, тяжело его принять. Это так и должно быть. Два года не виделись, и это очень тяжело, потому что люди, они не животные, им надо медленно сходиться и медленно привыкать. Есть очень много эзотеристских практик, которые специально мной были разработаны. Я их в большом количестве выложил в книге, и мне очень странно, что вы сейчас задаете мне этот вопрос. Я не понимаю, почему вы задаете, потому что моя вторая ступень эзотеристской школы Кайлас, она практически пронизана всеми этими практиками. Там я говорю, как влюбиться, как влюбить, как сделать так, чтобы обожал. Это прогревание слоев, прогревание хорд, схлопывание миров, целую кучу всего. Странно, что такие вопросы вы задаете. Очень странно. Может попробовать все-таки схлопнуть миры, взять себя в одну хорду, прогреть слои свои совместные и так далее. В скором времени будет возможность за добровольный процент от прибыли моей компании получить эзотеристскую помощь компании от вас. Нет, я больше не буду ни для кого читать пхаламы. Дело в том, что мне это очень тяжело, и мне не нужно. Вообще. Совершенно. То есть мне не хочется читать пхаламы. Я поддерживаю всю школу. Я ее поддерживаю словами «Пирирой, рирой». Я делаю это каждое утро, независимо ни от времени года. И этого достаточно для того, чтобы жизнь налаживалась и была счастливой. А поддерживать отдельно пхаламы и развивать чьи-то компании мне не нужно. Я не хочу этого делать. И, скорее всего, в этом году уже вынужден буду всем отказать. Не хочу. Там поддержку от... Дело в том, что это занимает у меня очень много времени. Там 300 компаний или 500 компаний. Знаете, я это все дело делаю. И, скорее всего, знаете, как это выглядит? Я один год работаю, у человека потом доход растет. На протяжении года я не делаю второй год, потом еще и третий, а потом обваливается. Почему это происходит? Потому что я перестаю работать. Ну и, знаете, я свою работу не ценю в 40 долларов, в 400 долларов и так далее. Я не ценю. Я знаю, сколько это стоит, и я знаю, как я умею делать. И поэтому человеку нужно самому себе читать мантры. Есть великолепные мантры, там, допустим, шанкара мантры, есть коды мои и так далее. У вас один вид бизнеса, поставьте точку, напишите название вашего бизнеса. Два бизнеса, поставьте палочку. И эту палочку сделайте символом вашего года. Придумайте мантру для процветания. Как ее сделать? Вот, допустим, в моем бизнесе на сегодняшний день находится больше пяти направлений. Ну, допустим, пять направлений. Вот, там я изготавливаю что-то, я там партнер с чем-то, я еще там вот это делаю, вот это. То есть у меня, получается, все мои виды бизнеса – это пятиконечная звезда. Вот я рисую свою пятиконечную звезду, представляю ее золотой, прямо рисую, ставлю компании, внутри ставлю программу. Это программа, которая может быть такой, там пусть каждый день приносит мне от каждого бизнеса там три тысячи триста тридцать три доллара. И тогда, если пять компаний, это получается 16-15, 16-250 долларов, где-то приблизительно. И 16-250, если это будет у меня 16-250 ежедневно, то это будет тогда у меня в месяц 100 тысяч. Если это месяц 100 тысяч, как-то маловато получилось, ну ладно. И вот я такую программу ставлю. В случае, если у вас программа, то ставьте, сколько вы в каждый день готовы зарабатывать. Допустим, у вас два вида бизнеса, или один вид бизнеса. Один вид бизнеса, ставите точку, или рисуйте круг. В этом круге пишите, ну, представляете, что это ваша компания. После этого, там, где ваша компания, ставите, сколько вы должны в день зарабатывать, где-то пишите, 3000 долларов, 10 тысяч долларов, сколько хотите. Ну, так, чтобы это было не мега много. И после чего, на листочке пишите, такие слова, что вы хотите максимально, от вашей компании, чтобы она на протяжении года вам дала. То есть, чтобы она вам принесла, там, допустим, дохода общего, в размере, там, 10 миллионов долларов. Или 5 компаний, это тогда пятиконечная звезда. Или это 2 компании, тогда это палочка, там, линия. Если это 3 компании, то это треугольник. Если это 4, то это кубик. В случае, если это 12, это эрцгамма, и так далее. И после этого, внутри ставите, сколько нужно сделать, так, чтобы она приносила вам в день, каждый день. При этом, рисуете такую вот, либо точку, либо пятиконечную звезду, либо треугольничек, либо еще что-то. Это получается символ вашей компании с доходом, какой вам необходимо. После этого пишите по каждой компании, что вы от нее хотите, сколько денег конкретно, какие увеличения и какое счастье. После этого у вас получается 5 пунктов или 1 пункт. Если 1 пункт, придумайте одно слово. Если у вас 5 компаний, придумайте по одному слову, и у вас получается 5 слов. В пятиконечной звезде пишите 5 этих слов, берете после этого бумажку эту, разрываете и выбрасываете, берете четки, ставите такую перед собой бумажку, на ней нарисована эта пятиконечная звезда и там 5 слов, которые фактически запечатали программу развития вашего бизнеса с ускорением дохода на протяжении дня. И запоминайте вот это либо одно слово, либо этих 5 слов, и читайте по 108 раз каждый день. Это является реактором развития вашего бизнеса, который вы с успехом можете реализовать. Если я вроде живу по философиям школы, но все же куда ни кинусь обучиться, все не довожу до конца. Как найти хорошие заработки? Не могу до сих пор дойти до этого. Хорошие заработки начинаются с большого количества знакомых. Есть три правила больших заработков. Первое правило больших заработков. Чем больше у вас знакомых, тем больше вы будете зарабатывать. Кто ваши знакомые? Где вы их находите? Задайте себе вопрос, сколько у вас знакомых? Вот смотрите, почему у меня получается хорошо. На сегодняшний день, если разобраться, то в нашей эзотерийской школе за миллион человек. То есть фактически можно сказать, что в нашей школе миллион людей, которые хотели бы что-либо от меня. И здесь интерес заключается в том, что это люди, которые могут быть любить меня, не любить, знать меня, не знать, ну каким-то образом. И это является одним из самых ключевых компонентов и здесь какой ответ? Первое, ищите всегда возможность найти как можно больше друзей. Где угодно, я не знаю. Где угодно, сейчас есть социальные сети, ищите как можно больше друзей в социальных сетях. Самое страшное, что может сейчас придумать человек, это, как это называется, не коммуникация, то есть он не хочет ни с кем коммуницировать. Вот чем меньше у вас коммуникации, тем больше проблем будет с тем, чтобы не уметь зарабатывать деньги. Чем не имеешь 100 рублей, имеешь 100 друзей, которые говорили Алла Борисовна, ну Алле Борисовна и можно, она по-другому нашла друзей, каким образом, популяризировала себя, зачем популяризировала, получить известность, экспертность своей области, значимость и так далее. А вас кто знает? У меня есть магазин, а кроме магазина, кто знает о тебе еще? Кто эти люди, где эти люди, сколько у тебя друзей, почему они не хотят становиться друзьями человека? Почему те люди, которых вы считаете друзьями своими, не хотят становиться для вас друзьями? Как вы думаете, почему никто не хочет становиться друзьями, если вы не, если у вас, допустим, Facebook или там еще где-то и там у вас есть друзья? Эти друзья, друзья, почему вы считаете их друзьями? Кто новые друзья? А почему человек не имеет друзей? Потому что вы им не отвечаете, с ними не коммуницируете, к ним не обращаетесь, ничего им не говорите. Потому что обычно это выглядит так, вы думаете, где-то скачали чью-то картинку им опубликовали, так картинка это секундочек, секунду посмотрел и все, зачем вы ему нужны? Вместо того, чтобы написать там, да, я бы хотел дружить, чем ты занимаешься, мой друг, или там, о, уважаемые друзья, вот я для вас хочу сделать такое предложение, давайте обсудим, вокруг проблемы можно найти друзей или вокруг там радости какой-то найти друзей и так далее. Вот так друзья появляются. На улице можно друзей найти, можно найти друзей по несчастью, однополчан, близких, алкоголиков, друзей и так далее. Вот людям везет, у кого много есть общения, у кого есть много друзей. А там, почему не получается много, не будет много, пока друзей мало. почему есть такие нации, которым очень везет в жизни, ну, допустим, там, иудеи, допустим, таким, как, допустим, армяне. Почему я это говорю? Ну, так и есть. Почему этим людям везет? И украинцам тоже, многим причем. Почему везет? Есть одно такое связующее звено. Это связующее звено, оно связано с тем, что людям везет в случае, если они считают себя не одинокими и запросто любят тех, кто вокруг них находится. Евреи молятся в синагоге за евреев и еврейский народ. Армяне имеют четко такую выраженную культуру, в которой ценится то, что ты армянин, то, что все армянское для армян, Армении и так далее. Так же вот и у украинцев есть, не у всех, конечно, есть другие, но у них есть тоже, потому что был голодомор, людей там сажали, там людей вывозили и так далее. Есть вот такая культура семьи, семейственности, для семьи за мамой смотреть, дети, дочери и так далее. А есть люди-одиночки, которые не считают семью-семьей, то есть там родила кошка котят, пусть живут как хотят. И потом это выглядит так, как, допустим, там, а мама твоя, то я знаю, ну, мама им, а сестра, сестра мне поделала. А ты с братом общаешься? Нет, а с его детьми мне они не нужны. А твои дети-то уже, вот этот не хочет, этот не хочет, а я и сама не хочу, мне одной лучше. И что, хочешь с кем быть? Я хочу быть богатой. Зачем тебе это? Тебе что, не хватает на жизнь? Хватает. Ну, ты несчастливая, счастливая. Зачем? Даже если тебе одеть красиво, для чего это? Деньги для чего нужны? Для комфорта. Ну, купишь себе диван, какая разница, на каком диване доживать? Что на мягком, что на твердом? Ну, на мягком можно, не знаю, травой забить, сумку наложить и спать. Я не знаю, как-то так. Сколько одному человеку нужно? Человеку одному немного нужно-то вообще в жизни. А почему человек хочет еще чего-то? Он для кого-то хочет. Для будущего. Если у тебя есть возможность сделать для себя, сделай. А потом дадут для детей сделать. А если ты и детям сделал, то и для будущих детей дадут. Понимаете? Такая особенность. Я поэтому и создавал общественную организацию. Одной из задач общественной организации было объединить людей. Но только вы объединяться хотите и читать мантру. А вот знать тех, кто находится в общественной организации, не хотите. Но это не претензии, я понимаю. Может быть, нет возможности такой. Знаете, странно есть очень много людей, которые находятся за границей, не на территории наших стран, в Украине и там где-либо еще, а которые находятся за границей. В Италии, в Германии, в Америке. Особенно в Америке. И я вот общаюсь с этими людьми и они так друг за другом стоят. То есть они друг друга там знают, друг другу помогают, там встречаются где-то, ездят на самолетах для того, чтобы просто встретиться и просто поговорить о чем-то. И там у них встречи, они постоянные, знаете. И они друг с другом там нацураются, я не знаю, как бы не откидывают друг друга. И они считают себя прямо роднёй, потом поздравляют с днём рождения, приезжают в гости, бухают где-то даже там, во имя Оммани под Махуму и школы Кайваз. И так далее. И эта вот поддержка, она очень яркая, потому что я к этому и стремился, мне хотелось объединять. Есть наоборот, я помню, когда началось это всё, тут чуть ли не позакрывал всё. Почему? Начали друг другу говорить, там, козлы, дебилы, да вы русские, а вы эти, мы вас спасаем, да что вы сдохли вообще, мы вас там победим. Что такое это было? А кто передал кому-то деньги? Если там война началась, и здесь в этой стране война, то были же ученики, которым необходимо было, кто узнал и кто дал. А были такие, которые узнал и дал. А с этих вопросов надо было и РТЕ начинать тогда. И всё, почему и РТЕ долго не было? Нужно было решать, потому что очень много было беженцев, бомбили целыми районами, целые города, Мелитополь, Мариуполь, вообще его сейчас нет, этого Мариуполя. Там вместо домов котлованы, а это были ученики школы, их там сотни было. Они ехали куда-то, сидели в подвалах по 90 дней, потом ехали, к кому они обращаться должны? Детям не нужны, дети куда-то пропали, этим не нужны, это не нужно. А что нужно было? Нужно было помочь, нужно было помочь не только, не только энергетически, а по-настоящему. Нужно было деньги отправить, нужно было позаботиться, чтобы благоустроить, нужно было куда-то перевезти. Ни одному ученику школы не отказал. А очень надо было поддержка. Вот тогда надо было поддерживать, сильно. Ладно, это же конечно не претензии, все нормально. Но мы должны четко для себя определиться, мы же являемся общественной организацией. Общественная организация, она связана еще и взаимной помощью. А взаимная помощь, она заключается в том, что мы хотя бы знаем кого-то и поддерживаем. Говорим, вы мои зайчики, вы мои хорошие. А не только смайлик отправить с какой-то там зайчиком, или там отправили, вот зачем мне ученики школы отправляют поздравления Николая Чудотворца. Вот отправили мне на протяжении там одного дня тысячу сообщений с фотографией Николая Чудотворца. Зачем мне фотография Николая Чудотворца? Что я должен ощутить в тот момент, когда я открыл две тысячи сообщений с Николаем Чудотворцем? Что? Что? Я должен был что ощутить? Николая Чудотворца еще одну скачанную картинку увидеть? Зачем? Ты уже хочешь стих напиши, напиши стих, я его прочитаю. Хочешь что-то от себя сказать, скажи мне. А так зачем? Поздравить с этим праздником? Напиши. Я поздравляю с этим праздником. Я считаю, что этот праздник пусть ваша семья будет счастливой. Молюсь за вас каждый день. Люблю вас. Я напишу большое спасибо. Мне очень приятно. Приложу руку свою к сердцу, скажу, какой хороший человек. Пусть в его жизни будет все хорошо. Но открытку мне Николая Чудотворца или там Пантелеймона Целителя, или там вот сейчас праздники, а каждый день какие-то получаете. Зачем они мне? Зачем? Зачем? Зачем вы их вообще кому-то шлете? Зачем? Вам когда присылают, вы что, так прямо скачете, скачете и подпрыгиваете от того, что он такие открыточки отсылает? Вам это не смешно вообще? То если нечего написать, не пиши. А если есть что написать, скажи. Чего ты в Телеграме радует? Есть ветлячки? Конечно. Приветик из Израиля. Приветик. Лехаим. А вот был бы чатик для участников РТЕ. Хватит чатиков уже. У нас и так этих чатиков столько, непонятно зачем. Александр Ковриженко. Получится у меня гадать не только для себя. И про бусы стеклянные не забывать. Как вы говорили, спасибо вам, не быстро, но меняется жизнь. Так здорово. Если человек имеет какую-то цель или имеет какую-то задачу в жизни, то я никогда не видел ничего, чтобы эту задачу не реализовать. Если вам хочется что-то, делайте. Если вы не хотите чего-то, не делайте. Если вам нравится что-то, развивайте это. Но всегда знайте, человеку можно все, если у него после этого не болит ни душа, ни тело, ни физических страданий не возникает. Все, что хотите, делайте. Человеку можно все. Как сделать так, чтобы мысли хорошие были? Чтобы мысли хорошие приходили. Представляете, будто у вас в голове золото кипит. Или золото. Такой большой вместо мозгов большие золотые мозги. И вы на них смотрите. И полируете их. Уж пастой гоя. И тогда у вас будет очень хорошее сознание. Прямо очень-очень красивое сознание. Сильное будете. Прямо его ощущать постоянно. Это очень увеличит память. И будет у вас. Очень хочу сказать вам о тишине. Сейчас как раз такое время, когда необходимо обратить на тишину внимания. Когда вы утром просыпаетесь, обязательно находитесь какое-то время в тишине. Дело в том, что тишина, она создает сознание, а не бурчание сознания, как создает техногенка. И вот сначала, когда человек проснулся, он должен какое-то время понаходиться в тишине. Когда вы проснетесь, не вскакивайте, не хватайтесь за телефон. Полежите в тишине. Полежите в тишине, потому что тишина создаст знание. Вот это знание, которое сформируется, оно даст уверенность и веру. А вера создаст понятие истины, того, куда вам двигаться. Когда вы просыпаетесь, не надо вскакивать и бежать. Когда вы просыпаетесь, не хватайтесь за телефон. Когда вы просыпаетесь, лежите какое-то время. Это очень такое мягкое, такое нужное и важное время. Когда вы проснулись, полежите с закрытыми глазами, полежите в тишине. Потому что это начало новой жизни. Когда человек просыпается и лежит в тишине, вот этот зародыш, вот этот задаток и это ядро его, оно еще какое-то время разгоняется. То есть энергия ночи, она уже посвящена Богу, и ее нет. То есть эта жизнь, вы ее уже отпустили. А новая не началась. И вот это ядро, когда вы не совершите ошибок, оно более всего связано с вашим нахождением в этот момент в тишине. Старайтесь не шевелиться, старайтесь полежать, старайтесь ощутить эту тишину, старайтесь ни о чем не думать, не хвататься, не думать о будущем дне, ни о чем. Найдите это ядро в голове, в груди, в животе. Не переживайте ни за что, понаслаждайтесь. Это даже 10 секунд начала такого дня может полностью изменить вашу судьбу, и вы не совершите уже больших ошибок. И уже большие ошибки с вами не будет. Почему? Нахождение в тишине после пробуждения создаст у вас сознание, сознание создаст веру, и эта вера будет истиной. То есть у вас появится со временем такое ощущение, как будто вы надежно находитесь в чьих-то руках, что бояться и переживать за что-то не нужно. И вот так вот очень приятно находиться. Я знаю, что обычно хочется. Утром человек встает, и бегом надо в туалет пописать. Но ничего страшного. Сходили, пришли, легли, в тишине понаходились. Ну, если возможно. Или ставьте будильник раньше. Это такая минута есть, утро. Это минута абсолютного нашего создания истины. Когда, находясь в состоянии, вот так много ошибок совершают люди, которые вскакивают, бегут, или только просыпаются, хватаются за телефон, или только просыпаются, им надо что-то делать, срочно бежать, что-то делать. Не торопитесь. Полежите 10 минут или 1 минута даже в тишине, ничего не даст. пробудившись, старайтесь не шевелиться. Лежите просто с открытыми или закрытыми глазами. 1, 2, 3 минуты они изменят вашу судьбу и приведут вас в дальнейшем при развитии данного чувства к потрясающим, сумасшедшим открытиям в жизни. Изменят судьбу на 100%. Да. Черчкина Татьяна. Вроде живу по философии, но все же куда ни кинусь обучиться, все не довожу до конца. Как найти хорошие заработки не могу до сих пор. Ничего страшного. Человек в том, что вы думаете, что все мгновенно. Чтобы заработать миллион долларов, человеку необходимо 6 лет. и чем бы вы ни занимались, этому необходимо очень много внимания. И все, вот все абсолютно, это все внимание и вложение времени. Если нет денег, вкладывай свое время. Каким образом это устроено? Вот смотрите. Сегодня я делал видео. Я его завтра запишу, как я делаю и опубликую даже бесплатно, наверное, или платно, или даже семинар запишу, как продавать в интернете, как сделать, как сделать первую продажу или как сделать там, надо этому обучать людей. Хотя все это известно. Но все равно. Вот сегодня вы видели видео, наверное, на моем канале YouTube. Это видео мизония, там, где женщина говорит о чем-то. Я его сделал. Мне на это потребовалось полтора часа. То есть я взял, взял, сосканил там этот косметическое средство. После этого GPT-чат попросил, чтобы он написал мне продающий текст, но художественный, связанный с модой, уходом за лицом и так далее, чтобы у людей возникало желание. Текст этот мне он написал, красивый его, отсконвертировал, после этого переписал сам уже, чтобы он такой красивенький был. После этого в программе, которая озвучивает, я ввел этот текст, выбрал девушку, чтобы она озвучила. Сделал после этого в конве видео, набрал его из разных видео, которые в конве можно скачать бесплатно. Поверх этого всего положил текст, также поверх музыку туда положил, сделал это видео. После этого видео это написал ему там описание и опубликовал. Опубликовал его там в телеграм-канале, опубликовал его в группе и опубликовал в ютубе. В ютубе я опубликовал и сделал сегодня, запущу таргетированную рекламу по вопросам там уход за лицом, там выберу таргетинг там пока Украина, через 3-4 дня выберу таргетинг уже там более широко масштабный, возможно переведу даже на другие языки и запущу таргетинг там на других языках. И это скорее всего, это за один день, за два дня, за три дня ничего не даст. Ничего не даст. и почему? Потому что очень долго нужно прибивать свою аудиторию, свою клиентуру, люди должны смотреть. Мне повезло, у меня есть люди, которые меня знают, они сразу будут покупать и так далее. Но обычному человеку будет очень сложно, потому что, но интересно. Но не стоит забывать, что у меня просто их много компаний разных, я занимаюсь там, только пароходы не продаю. И у меня много компаний всевозможных, которыми я занят и там от эзотерики семьи и школы, и там пхаламов и так далее. У меня там помимо этого есть еще и встречи и куча всевозможных бизнесов. Из бизнесов, которые вот прям на пальцах можно посчитать, это и мизония, и косметика, и фармация, и бады, и моющие средства, и какие-то компоненты и так далее. И это капец, короче. и встречи, и там Андрей Андреевич помоги, Андрей Андреевич там алкоголик и там прочее, прочее. А если бы у меня был один бизнес, то я бы с утра до ночи только этим занимался. Я бы стремился в день, вот у меня есть свободное время, я бы себе сказал, допустим, я с 11 и до 5 должен посвятить свое время исключительно продвижению своего товара в инстаграме, ютубе, тиктоке, там где еще. То есть, вот это мое рабочее время по продвижению. И делал бы только это. Вот девочка мне сегодня написала, Оксана, она говорит, Андрей Андреевич, я хочу снимать видео и хочу еще один канал открывать. Так надо один канал сначала запустить. Каким образом? Если у вас есть 4 часа свободного времени, то 4 часа времени ежедневно нужно посвящать своим продажам, своей популяризации, изготовлению своего товара, изготовлению промоушена своего товара, обращением. Не умеете делать в инстаграм, в тикток делайте, не умеете в тикток делайте, в ютуб, не умеете в ютуб делайте, в фейсбук. Выходите к людям, выходите, общайтесь, делайте статьи, пишите что-то, разговаривайте с ними. Вот это и называется коммуникация. Человек говорит, я хочу видео ваши и ставить их и буду на этом замкнуть. Зачем? В чем радость-то? Сделайте свои видео, какие, ну там, где вы находитесь, снимайте, говорите, почему это хорошо, почему плохо, просто снимайте, публикуйте, будет 500 видео на вашем канале, допустим, ютуб, которые, если человек в течение 6 дней посвящает 6 часов тому, чтобы вести свой канал ютуб, то сколько он за 6 часов может записать видео, ну 3 часа, поделите на 2 минуты, это будет вот соответственно столько видео, публикуйте каждый день, откройте или приобретите подписку на VDQ там какую-нибудь, там можно смотреть, чем конкуренты ваши занимаются, можно смотреть, чем занимаются, какие теги будут более популярны, кто вас смотрит, попытайтесь определить для себя, определиться с аудиторией, кто эти люди, попытайтесь подумать, о чем вы говорите, это для развлечения, или наоборот, обучение, если обучение, то зачем, если это обучение, то обучение чему, если это чему-то, в чем вы там очень умные, то предлагайте услугу, услугу допустим, там я могу рассказать там то-то, то-то и погадать у меня можете, также я там расскажу, там кубики выброшу на Буду Гаутаму, на Тару, там на Ивлееву или там на Преснякова или еще на кого-то, ну вот так как-то это все выглядит, это так люди больше в фантазиях, и человек говорит, я хочу очень хорошо зарабатывать, окей, чем ты сейчас занимаешься, вот я сейчас у меня там есть прилавок, я торгую там чем-то, отлично, что можно еще продавать на этом прилавке, первый вопрос, можно ли изменить внешний вид этого всего, второй вопрос, третий вопрос, можно ли что-либо изготавливать самому, четвертый, давно ли этот ассортимент там изменялся, расширялся, есть ли там, есть ли это продукты, есть ли кулинария, кто эту кулинарию делает, сам ли ты продаешь, есть ли замороженные продукты, можно ли сделать замороженные продукты, кто их может сделать для тебя, эти замороженные продукты, могут ли они продаваться, посмотреть, кто рядом находится, кто те люди, которые покупают, кто конкуренты, почему к конкурентам ходят, что они там покупают, есть это исследование можно их провести и определиться чем торговать там допустим у себя после этого ну вот как-то это так происходит вы понимаете там одеждой торгуете делайте видео такое для тик тока там вышли в одних штанах покрутили сказали одежда такая после это второе видео вышли в других штанах опубликовали после это вышли в третьих опубликовали и так в течение дня у вас же нет покупателей целый день вот у вас нет покупателей целый день и там только вечером приходят целый день свободный но пусть у вас вся эта одежда будет на вас сделайте мини-видео опубликуйте да я говорю серьезно сейчас так легко это все делать андрей смогли бы вы немного рассказать двадцать четвертом германии швейцарии германия швейцария очень вырастут финансово как ни странно это звучит все нормально войны в швейцарии и в германии не будет все хорошо швейцария увеличит количество спонсирования местного населения и для этих стран будет очень хорошо через сколько лет в украине будет хорошая жизнь когда люди будут радоваться жизни это с произойдет скоро уже где-то через ну минимально через полтора года максимально через два вообще первое изменение которое будет значимое мы его увидим в где-то 12 тире 27 апреля я знаю что это такое но к сожалению из-за того что сейчас здесь находится человек он знает что я о нем говорю которому я пообещал и сказал что никаких предсказаний по поводу вот этого всего что происходит говорить не буду но он знает это то обещание сдерживаю и молчу но поверьте мне все будет супер я на 1 но собираюсь на вторую правильно давно надо я выехала с оккупации нахожусь в ирландии с мужем 89 мои дети в украине мы встретимся вместе конечно вообще даже не думайте об этом сто процентов встретить здрасте андреевич хочу заняться трейдерством получится не получится вы не трейдер у вас не получится этим заниматься дрейндрич расскажите что ожидает германия ответил стали немного болеть глаза но все равно осветляю людей в душе тепло с больными глазами можно до радую школе спасибо благодаря вам и софии ой спасибо можно спросить что ожидать нидерланды европейские страны не падают и нидерланды на одна из тех стран которая будет в надежной защите и в общем то все хорошо не переживайте но будут в для стран германии странно вот европейского союза будут претензии к людям эмигрантам и людям которые придерживаются русской модели поэтому аккуратно с высказываниями с обсуждениями не заходите в какие-то конкретные такие группы потому что это все будет сейчас восприниматься как русский нацизм и будет очень очень жестко за это наказываться прям очень жестко поэтому чтобы вы не думали как бы вы к этому не относились никакой пропаганды и никакой я не знаю героизма в этом отношении этого не делать лариса сушкова что делать когда старшего сына как будто не люблю очень стараюсь относиться также к остальным детям не получается злюсь на себя ругая себя и все равно представляете своего сына и себя и запускайте между вашим сыном и собой такую вены и артерии как будто вы соединены и представляете будто его кровь с вашей смешивается делаете это на вдохе и выдохе и вот так вот можно рукой как бы его кровь себя и свою кровь в него его в себя свою в него и делайте так прямо сидите иди и делайте так утром и вечером через неделю будете самые любимые друг другу ну что 1855 наше заседание рты подходит концу я надеюсь что хорошая получилось на самом деле заседания чтобы хотелось сказать сегодня вам даже дал технику эта техника с лучом а также рассказал о тишине когда просыпаешься находись в тишине так вы создадите знания того чем заниматься на протяжении дня знания создаст для вас веру что все будет хорошо и вера создаст истину которая будет управлять вами в вашей жизни а я сегодня сегодня у нас среда и я сегодня иду в баню до без алкоголя по поводу вопросов там погадайте мне и так далее нет я не хочу я не хочу мне это не хочется делать по поводу там того что сейчас происходит в украине с этим большим призывом со страхом что будет дальше не переживайте все не так как вы это все воспринимает не переживайте не переживайте и близких успокойте не завтрашнего дня не с послезавтра не даже до марта месяца никто никого призывать никуда не будет никаких постов не будет никого не заберут живите и наслаждайтесь жизнь все будет дальше интереснее и лучше поэтому нет все не так как мы это видим и все не так как люди возмущаются это специально моделированные системы поведения социология а нам всем хочу пожелать в этом году удивление восхищение радости внутренней и не теряйте тепло где бы вы не были кем бы вы не были с кем бы вы не были всегда помните что тепло в груди там где находится наша душа которая больше всего похожа на маленького ребенка и ближе всего находится к богу больше всего от вас хочет удивление и восхищение удивляйтесь восхищайтесь радуйтесь радуйтесь удивляйтесь восхищаетесь обнимайте говорите самым близким прекрасные слова создавайте праздник праздник начинается с того что все друг друга не воспитывают а обожают поэтому старайтесь обожать так и говорите да чего же я вас обожаю какие же вы все классные вот так ума не подмахом всем до свидания подключайтесь к новому году к новому кругу заседания рта и я если честно хотел в этом году уже закрывать общественную организацию и не проводить больше заседания рта и но разве я могу вас оставить я же с вами поэтому продолжим что мозга он будет дальше интереснее еще раз обнимаю вас обожаю вы самые лучшие люди на земле вы сердце этого мира и вы гордость этого мира и вы любовь обожаю